Всем доброе утро! Итак, друзья, обвешавшись амуницией, я имею в виду, взяв с собой телефон, запасную камеру, стабилизатор. Я вот отсюда, с этого места, с улицы Ровной 33, в ауле Тхагапш, отправляюсь вот туда. Слышите? Шум, шум горной реки, это обвал камней. Пойдемте посмотрим. Давненько мы здесь не были, здесь замечательная природа, все зелененькое, все красивое и если вы житель какого-нибудь большого города, то вам точно сюда. Да что там большого города, даже с Лазарьского сюда приехать, прикольно посмотреть вокруг, какая красота. Светит солнышко и я опять разговариваю с каким-то черным квадратиком, кубиком, который несу перед собой. Идемте. Насколько я знаю, цена любого такого путешествия к объектам природным в нынешнем году составляет 200 рублей. Не знаю, хорошо это или плохо. Если объект обслуживается хорошо, делается благоустраиваться, может быть даже это и неплохо. Может быть даже хорошо. Но наверняка есть какие-то определенные категории граждан, которые могут пройти бесплатно. Так как это место называется обвал камней, если я правильно понимаю. Только мне здесь, как видите, много. И я уже не первый турист, который сюда пришел. Касса работает. Пойдемте заплатим. И прогуляемся. Видите, я думал, я первый такой с утра пораньше. А нет. Так, вот он. Каменный завал называется это место. Там вот много-много лесенок. Будет водопад. А река, которая течет по этому каменному завалу, называется Нагыш. Впадает она уже в Сизуапсе. Интересная продаженность. 500 метров. Уровень сложности средний. Время нахождения объекта 40 минут и полтора часа. Вот. Мы ограничены во времени. Так, сейчас мы заплатим билетики. Доброе утро. Так. Огласите весь список. Какой именно? Ну, ценовую политику. А, 200 рублей? 200 рублей. Ну, я так и знал. А я маленький еще. Так, 100 рублей, пожалуйста. Сейчас. Сейчас будем добывать. И вот еще 100 рублей. Все, благодарю. Итак, ребят, я приобрел билетик. И теперь на законных основаниях могу посетить этот прекраснейший объект. Скажу вам сразу, у меня есть плана снять в формате 4К. С телефона. С камерой. В общем, я вас замучаю этими мультиками, роликами. Караул. Пробвал камней. Да, хотелось бы прибыть сюда первым, но так получилось, что я далеко не первый. Кто здесь? Я скорее третий. Парни фотографируются. Честно говоря, я думал, что солнечка будет светить нам хорошо, но... Увы. Так, сначала общая прогулочка. А потом уже буду баловаться, играться. Подсматривать за красивыми водопадами, а не за девушками. Только дней, парни. Как назло. Такая вот красота. Действительно внушает. Что внушает? Эх, не страх. Просто... Показывает все могущество природы такое. Что оно может сотворить. Не хотелось бы оказаться под этим обвалом камней, конечно. Обвал тут действительно такой серьезный. Есть где поснимать в форматике. 4К, посмотреть на водопадике. Главное наше время что? Вовремя прийти после дождей. А там вон светит солнышко. Активно светит. Прям джакузи какой-то, а? Нет, только бы не упасть. Только бы не пропасть. Несомненно, я сниму это все в 4К, ребят. Это так, пока общее обознакомление. По всему я буду походить под маршрут несколько раз. Вода, вот смотрите, как вода камень точит. Слышали такой поговорки? Вот она. В жизни, в природе. Да. Ступеньки из камней такие вот. Опять же, напоминаю вам про хорошую обувь. Не скользкую. Потому что без нее никуда. Только без воды. Но без воды и не туды. Как говорится, и не сюды. Что я хочу сказать. Отважные парни живут в Воронеже. Я не знаю, сколько им понадобилось времени, чтобы долбить надпись Воронеж на вот этом вот большущем камне. Но они это сделали. Сейчас я вам покажу. Что-то они пришли со специальными инструментами. Может быть, я не знаю, что они с собой брали. Воронеж. Молодцы. Красота. Конечно, мы пошли не тем путем, как им должны были идти. Там для нормальных людей есть лесенки. Для блогеров и ненормальных нет. А для ненормальных блогеров вообще ничего нет. Не надо же вам показать вот эту красоту. Возможно, здесь здорово бы искупаться было бы, но не сейчас. Дождемся лета следующего. Такая вот красота. Но все-таки Помните про свои ноги. Если у вас у вас болят ноги, то не надо вам этого сюда лазить так, как я. Пойдите по лесенке лучше. Обратите внимание, как вот бьется уже. Я не знаю, сколько времени вода, как выбила она. Из камня вот такой трамплинчик себе. Да, конечно, бы снять было бы здорово с той стороны. Но не сейчас. Вот такая красота. Вверху я вам скажу не менее красиво. Правда, вот тот вот большущий камень, который вот так вот, что-то меня слегка смущает. Надо писать отсюда. Залазить было гораздо проще. Ну, сами понимаете, так на подъем. А вот слазить скользко. Нет, не скользко. Нет, а обе нормальные. Я имею в виду, что неудобно. Как видите, не так давно было. Здесь воды гораздо больше. Ну, а мы пойдем, как нормальные люди, на лесенку. Не так богатые. Тут вот какие-то странные трубы торчат, я не понимаю. То ли их придавило, придавило опять вот. То есть, возможно, здесь что-то было. Может быть, снабжался даже поселок, допустим, тот же Тхагапш водой. А потом камешки опять упали. И все. Водоснабжение прекратилось. Судя по всему. Не, наверное, в формате 4К я буду снимать так по частям. Ну, во-первых, чтобы не было длинных роликов. Во-вторых, тоже раз этот маршрут проходить. Конечно же, красиво, но неудобно. А может быть, кто его знает. Вот как вот здесь вот пройти? Да никак. Смотрите по сторонам. Смотрите на эти камни, на эту воду. На эти водопады. Маленькие, но красивые. А я буду искать бруд. Не знаю, бруда. Не лезь в воду. Ну, с брудом тут не очень. Поэтому пойдем по воде. Замечательно прям. Красиво. И хочется искупаться. Нельзя. Есть у меня опыт. Накупался. Пока воздержимся. Вот здоровенный камень. Представляете? Какой же здесь был грохот, когда он падал. Здесь красивейшие виды. Вода падает под углом. Как-то так облетает все камни. Красота. А там, смотрите, какая мощь. Вечерки все свежие. Видно, недавно сколотили. Я думал, парни пропали куда-то. Смотрите, какая красотища. А там прям пещера. А там прям пещера. А вот я не вижу. Мы здесь с парнями втроем. Как-то звучит странно, да? Ну, но не сами по себе. Вот здесь такая. Круть. Вот тут можно принять душик. Ну, не-не. Кто-то уже здесь забыл полотенце. Пойдемте сюда. Самый ответственный момент. Камера перегрелась. Несмотря на то, что здесь легкий, холодный такой душ. Обалденно. Красиво. Посмотрите, какая мощь прям над нами свисает. Ну, немножечко страшно, кстати, да. Немножечко есть. Если такая шуковина придавить, то даже котлетки не останется. Вот такой вот красивейший водопад. Венец, так сказать, данного места. И такое впечатление, что этот большущий камешек держится вот на том, вот одном маленьком. Который упирается, а другой чуть побольше. Отважные парни пытаются купаться. У меня есть жизненный опыт. Я пока еще не вызывал предыдущих, после предыдущих купаний. Поэтому не полезу. Просто покажу вам этот водопад под определенным углом. Мы будем завершать этот ролик. Ага, ага. Не, не будем завершать. Я же с собой термометр взял-то. Мне же больно интересно было, какая температура воды-то. Сейчас будем делать контрольный замер. О, парень, молодец. Ну, дай бы, чтобы дорогу было все нормально. Вот такая вот красота, ребят. Обязательно. Посещение интересно, красиво. Наверх не залазьте. Сладить тяжело. Будет. Как я вот сейчас. Ну что, контрольный замер. И говорю до связания. Начинаю снимать все в формате 4К. Сделать красоту. Парень серьезно настроен. Термометр уже в воде. Конечно, объектив может сейчас немножко запачкаться. А я чуть-чуть мочу телефон прям в воде прям. Вот я ваша раз. Хорошо, что он в чехле. Нормальненько так, парень, отважный. Итак, контрольный замер температуры воды. Да, нормальная вода. Почти 20. 19 с половиной. Сейчас еще раз. Если картинка в мелких-мелких точках, то это, знаете, это водичка просто распыляет. Да, так же. 19. С половиной. Погодка отличная. Водичка, в принципе, теплая. Объектив протрем. С возвращением от всех, друзья мои. Ну все, на этом я заканчиваю этот ролик про Аул Хагапш. И сделаю ряд роликов в формате 4К для вас. Поверьте, я думаю, что это должно быть хорошо. И прикольно, и красиво. Всем пока.